Её украли, б***ь! В ночь на 24 июня в полночной пересечении проспекта Иркендыки и улицы Джибек-Джулу предположительно похитили девушку на Сумбару-Импреза. Она звала на помощь, однако её насильно затащили в машину двое парней. Сумбару поехала вниз по Иркендык, повернула на Джибек-Джулу и скрылась. С тех пор милиция всё ещё ищет девушку и похитителей. Данный факт был зарегистрирован в ЖУИ УВД Первомайского района города Пешкейки. Начата доследственная проверка. Ориентирован личный состав УВД города Пешкейки и УВД Чуйской области. Ведутся соответствующие оперативно-развитные мероприятия. По результатам проверки сообщим дополнительно. Милиции следует оперативнее пресекать подобные случаи и реагировать по камерам безопасного города, считает правозащитница Назгуль Трудубекова. Она опасается, что эта история с похищением закончится так же трагически, как в случае с украденными и убитыми Айзады и Бурулай. Руководству Министерства внутренних дел необходимо в кратчайшие сроки дать оценку непосредственно тем сотрудникам, которые на сегодня не могут установить, куда передвигалась, в каком направлении какая машина направилась. И хочу сказать, что вообще вопрос безопасности в отношении девушек в Кыргызстане очень актуальна. Мы все помним, что Айзаду точно так же украли сеть Белого дня на центральной улице и тоже не могли, хотя система безопасных городов есть, тоже не смогли за короткое время ее машину установить, найти. За похищение лица для вступления в брак вопреки его воле действует отдельная статья 172, по которой предусмотрено наказание от 5 до 7 лет лишения свободы. При похищении несовершеннолетней по этой статье виновника могут посадить в тюрьму на 10 лет. Но, несмотря на ужесточение наказаний, фактов похищения девушек не становится меньше. По словам правозащитницы Толикан Исмаилова и Кабинету министров, необходимо разработать план по предупреждению рисков и бедствий, куда будет включен вопрос безопасности девушек и женщин. В Кыргызстане безопасность девочек и женщин, начиная с семьи, все начинается с семьи, до ключевых институтов власти, пока остается большой тревогой. Вот этот последний случай, когда девушку похитили, в соцсетях сейчас идет, и пока власть наша молчит и вообще непонятно, то ли украли ее, то ли она исчезла, то ли на нее напали, то ли пандиты выкрали. Поэтому власть должна быть очень гибкой, реагировать на такие драматические вызовы, которые очень тревожат общество, и отвечать на эти запросы. По данным генпрокуратуры, в прошлом году зарегистрировали 560 фактов, связанных с похищением и принуждением женщин к вступлению в брак. В суд были переданы всего 82 дела, 460 дел были сокращены.